Сегодня мы пригласили в студию программы «Днями» человека, который в день защиты детей выступил в Могилёве с успешным концертом. О детях и не только о них мы поговорим с известным белорусским певцом Александром Солодухой. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Как вы считаете, что нужно детям для счастья? Для счастья папа, мама, солнце и хорошая аура. А папа с мамой могут создать и солнце, и ауру? Конечно. Вы знаете, ваше мнение совпало с нашим опросом на улице. Мы спрашивали людей, и они все отвечали, что детям для счастья нужны родители. Безусловно, конечно. Поэтому все остальное, наверное, они могут создать и сами. Конечно. У нас есть с вами нечто общее. У нас есть дочери Вари, которые в этом году идут в школу. Да вы что, и у вас? Да, и у меня. Как вы считаете, чему самому главному наших детей должны научить в школе? Что вообще самое главное в жизни? Быть человеком. Вообще, мне кажется, что вся семья идет в школу. Да. А не только ребенок. Вы знаете, мы недавно были в школе. У нас уже давно определена 25-я школа. Рядышком там, где мы живем. У нас 21-я рядышком, где мы живем. Понятно, да. И вот мы шли навстречу с Заучем. И когда мы поднимались с первого этажа на второй, а школа такая яркая, красивая, разные цвета на стенах. И, знаете, меня охватило такое чувство. Я говорю, Наташа, говорю, представляешь, говорю, мамуля, представляешь, говорю, папа в 58 лет идет в первый класс. Вот это состояние, это неописуемое. Вы знаете, да, что... Волнуетесь, я поняла. Не волнуюсь, нет, абсолютно, но какое-то новое. Я помню, мальчишки, когда пошли в школу, сыновья-двойняшки. Ну, у нас уже очень замечали, но помните. А теперь вот третий поход, вы понимаете, сам, да, в 7 лет. Потом, когда мальчишки, да, это... И вот сейчас варюшенька, ну... Скажите, Александр, я, насколько мне известно, вы медик по образованию, да? Да, я 35 лет назад закончил Минский государственный медицинский институт. Прекрасно. Ну, я вот почему спросила, не хотели бы для дочери... Вот выбрали профессию, может быть, вот это направление, нет? Мы ее спрашиваем, кем бы ты, Варечка, хотела быть. Вот, например, Наташа ей подсказывает, что маме хотелось бы, чтобы она была врачом. А, вот в маме. В маме, да. А Варя отвечает, я буду балериной. Да, один день, другой день она отвечает, я буду певицей. Но все-таки творческую профессию выбирает, да, в семье, вот глядя на отца? Ну, она уже два года занимается вокалом хореографии, в вокально-хореографической студии «Шанс» у нас в Минске. Есть успехи, уже есть дипломы, награды, статуэтки, первые места, дуэты с папой, живьем под минус. А вот обычно как-то люди творческие редко желают своим детям повторения своего пути. А я и сыновьям, и Варе всегда на этот вопрос отвечал «поживем, увидим». Пусть они сами определяют свою жизнь, свою дорогу. Конечно, мы подскажем, поможем, посоветуем. А что самое главное в жизни человека? Главное – это две вещи. Это найти себя в жизни, заниматься любимым делом, от которого ты получаешь неимоверный кайф и моральное удовлетворение. На работу бежать с радостью, понимаете, да? Понимаю. И второе, опять же, оно первое – это жить с любимым человеком. Ну, в общем, любовь получается на работе и дома, как на крути. Конечно, это самое главное. Ну, вот вы сейчас говорите, и я понимаю, что вы человек открытый. Но в сегодняшнем мире, сумасшедшем, я бы так сказала, очень многие люди стараются как-то больше уйти в себя, жить своей жизнью. А вот эта открытость ваша, она вам мешает или помогает? Нет, я не умею закрываться. Хотя Наташа мне часто говорит, что уж больно. Больно сделают, да? Слишком ты открыт, много рассказываешь. Ну, вот я так устроен, меня так воспитали родители, и мне так легче жить, да. Я делюсь с народом, с белорусским, всем, что происходит в моей жизни. Ну, раз делитесь, значит, все-таки не боитесь боль. Не боюсь. Тогда откройте секрет. Я поняла, что человек откровенный вы, но как вам всегда удается оставаться таким светлым и улыбчивым? Я много лет живу по такому принципу. 24 часа на улыбке. Так легче жить, так лучше жить, так правильнее жить. И советую это делать всем людям земного шара. Если есть обида, простить, отпустить и улыбнуться. Обязательно, обязательно, конечно. Четыре уровня есть, которые нужно пройти и достигнуть для того, чтобы иметь все. Уверенный в себе. Так. Терпеливый. Бескорыстный. И четвертый самый трудный. Всепрощающий. Выстояв простить, и тогда перед тобой зажигается зеленый свет, и открываются все двери. Это нужно знать и постигать. И вот, пользуясь случаем нашей передачи, эфира сегодня на Могилевском телевидении, да, вот я хочу об этом сказать всем, что нужно уметь всегда прощать в любой ситуации. И улыбаться. Что ж, спасибо вам большое за это интервью и за то, что вы отдали нам частичку этого света и тепла. Благодарю вас. Да, есть.